здравствуйте туристы милитаристы миру мир нет войне для тех кто уже полыхнул праведным гневом я могу сообщить что я знаю что нож кири экстрема рацию он вообще не кухонный он даже формате какого то фолдера или и dc или компакт фикси да он даже в этом формате по сути не кухонный и я это понимаю но это ножевой канал и на своей кухне я моделирую ситуацию просто мне здесь удобно потому что камера стоит на штативе у меня здесь какой-никакой хлипкий постоянно моргающий но все-таки выставлен свет поэтому давайте просто себе представим что вот у вас любимый нож причем я этому не удивлюсь потому что несмотря на то что вот он такой именно лобик несмотря на то что по сути это вот такой вот косячок японский ну блин он мне нравится я вот чем больше я его начал таскать и чем больше я его с собой таскаю тему мне больше нравится и понимая что по своей геометрии по своей философии по всему по это совершенно не кухонник но мы просто на кухне здесь моделируем ситуацию что представим что вы пошли на прогулку и у вас собой только этот нож и вдруг вам захотелось борща и вы начинаете этим ножом делать себе готовить себе борщ или в командировке или эти командировки тоже разные бывают кстати говоря солнечному ираку привет погода погода в это время года в ираке просто чудные вот ну да андрюха сказать все будет хорошо возвращайся поскорее что обсудить буквально раньше были когда-то давным-давно были какие-то на нарекания на заточку от экстремы может быть на сам процесс заточки что там все точится вот так вот именно руками именно так как показано в моем не побоюсь этого слова документальном фильме но сейчас вот эти вот бедрышки куриные с кожицей с жилками они буквально разлетаются с веселым куда-то ним курочка у нас нарезается только в путь кстати вот тоже лень моя потому что надо было именно для того чтобы смоделировать ситуацию нужно было в магазине купить курицу именно потому что я уверен что вот таким вот именно ножичком разделать курицу это просто одно удовольствие а чтобы смоделировать раз уж я сказал что мы пошли гулять у нас с собой кири и захотелось борща чтобы уж совсем смоделировать тогда нужно было поймать живую курицу но и дальше все по списку чтобы все это за буквально какие-то считанные минутки превратилась в кучку вот такой нарезки если так по серьезному то на самом деле я действительно можно даже так сказать высокопарно смахнув скупую мужскую слезу я благодарен судьбе я в принципе благодарен всевышнему за все что происходит со мной в моей жизни но вот конкретно в плане именно хобби в плане именно удовольствия конечно очень рад что у меня есть возможность самыми самыми разнообразными абсолютно не кухонными готовить здесь на кухне какую-то снять слава богу тут конкретно за этим окном мирное небо и в принципе то что вот скажем так хобби мои вот это нажимание она вылилась вот в такие возможности потому что я понимаю что далеко не у каждого человека есть возможности попробовать столько ножей но плане тестов я не знаю я я готов уже готов спорить с любыми авторитетными ютюберами прошлого может быть не за качество тестов но за количество точно то есть я уверен что вот в русскоязычном ютюбе не на одном количестве на одном youtube канале вы не найдете такого количества тестов как у меня самых разнообразных ножей кухонных уличных вы не найдете такой стандартизации уличных тестов когда действительно есть возможность не просто там вышел я помню один производитель я не буду чтобы там насмехаться называть делает хорошие ножи реально хорошие качественные и он решил сам сделать уличный тест но нашел какую-то палку именно что палку что-то там как-то ее вяло построгал сломал об колено сделал костер все протестировал красава каждый должен заниматься своим делом кто-то должен ножи делать кто-то должен их хвалить или ругать тут уж как пойдет ребят я не знаю короче или уже у вас вышла выйдет в воскресенье ролик там конечно с разными солеными словечками называется мидгартс мессер напильник дяди коли посмотрите там весело на самом деле я там в ударе угораем так и вот как вы видите совершенно не кухонный нож совершенно спокойно причем если вы скажете что а а капустка то уже этого года свеженькая а вот если бы белокочанную взять и прочее вот так и белокочанную нарезали ребята было бы курочка сварит и дурочка и белокочанная просто бы конкретно от этой геометрии она бы хрустела больше вообще не надо загоняться на тему кухонный не кухонный самое главное действительно два условия это первое чтобы за окном было мирное небо чтобы было комфортно чтобы было счастливо жить и второе чтобы было из чего приготовить как говорится а уж что что готовить кашу из топора это наша с вами как говорится национальная традиция так прям попом давайте возвращаться к вопросам которые вы мне так любезно задаете отдельно в ролике ответы без вопросов продолжайте пожалуйста задавать потому что это увлекательнейшее занятие общаться с вами так леопард миру мир и позитив в инфополе спасибо так следующий вопрос для кухонных монологов исключительно вопросы субъективно для себя по ощущениям так сказать какой любимый размер и форма для кухни так нет вот пожалуй давай четыре ножа покажем вот мой любимый кухонь вот мой любимый кухонь нравится вот это мора кстати говоря 2 мора очень зашел вот этот викс зубчиками прям зашел произошел и когда нож заточен но вот на самом деле вот этот и скорее все таки вот какой-то универсал то есть я очень редко беру шеф очень редко прям даже даже все таки вот этот вот он наверное самые именно часть я вот так вот прислушался к рукам чаще всего используется я его чаще всего использую вот на самом деле у меня нет такой градации потому что есть там и сантоку и всякие разные у меня кстати говоря блин уже нужно вторую подставку покупать на же просто не помещаются вот и фишка в чем фишка в том что именно исходя из моего хобби скажем так в нашей семье из-за того что у папы есть этот самый как он называется youtube канал ножевой и постоянные вот эти вот какие-то тесты постоянно вот эти вот какие-то вещи да из-за этого в нашей семье в принципе практически вся но не вся она очень большой процент скажем так именно горячей готовки он делается собственно не кухонными ножами то есть но кухоньки вот у меня жена использует но я там когда какая-то именно текущая нарезка а в общем и целом вот так вот супца сварить какой жаркое крошечку по лету там холодный борщик или еще что-то такое то для этого используются в основном ножи именно которые не предназначены для кухни и это уже происходит на протяжении нескольких лет грубо говоря таков путь но вот так сложилось что что ж тут поделаешь как говорится так давайте как-то все-таки до кромца им эту кочерыжку вот у нас продается в таллине например baby поргант это называется такая как бы в переводе потому что baby взята из английского языка но по-эстонски пишется с двумя и baby поргант это морковка такие малюсенькие морковочки они уже чищены и мытые в пакетике вот я все время я с удовольствием лопаю вместе с вашим научным сотрудником я все время задаюсь мыслью что но почему бы не сделать ведь это же было бы гораздо круче почему не сделать вот кочерыжки не пускать вот так же нарезали помыли почистили или просто слишком чересчур уж трудоемкий получается процесс не знаю но я бы даже платил дороже за кочерыжки чтобы была возможность вот так вот похрустеть вспомнить детство потому что в этом смысле у меня было очень счастливое детство потому что бабуля и дедуля когда засаливали капусту они засаливали ее не ведрами а баками вот и потом эта капуста с хрусточком следочком слёдиком вот она появлялась на столе круглый год так вот когда шел именно процесс засолки это был капец сколько я этих самых я питался просто кочерыжками их было просто немерено то что все все доставались мне ибо нефиг так ну что капустка пожалуйста может быть конечно опять же не уровень сантоку но киридаш исправляется так какой форм-фактор вроде бы и хорош но что-то не так что думаешь о тяпках и сантоку если преимущество сантоку перед шефом нет нет никакого преимущества и вообще сами по себе кухонники я считаю что вот опять же с уровнем моим владения не кухонными ножами для меня любой кухонник это читинг любой то есть после того как я вот приготовлю борщик с помощью сантоку после того как я сделаю какую-нибудь вог с помощью были не знакомить карантыша совсем то есть вот можно даже попробовать например ант от экстрема рацию я уверен что какую-то там худо-бедно именно офисную нарезку и можно сделать после этого всего любой нож который у тебя именно кухонник он зацените он воспринимается просто как какой-то такой реально халявы реально читинг вот и мое глубокое убеждение состоит в том что если вы действительно вот я считаю так что я раньше считал так и продолжаю считать что кухонные ножи конкретно кухонные ножи чтобы раскрыть их именно преимущество не в плане как вид под вид а друг перед другом по-настоящему кухонные ножи должны тестировать повара профессиональные повара делать какие делаться какие-то новости прилипло все керам это сам вот конкретно на луке почему я сейчас вот так вот веду разговор потому что я как-то боюсь порезать палец честно говоря у меня на эти бывает такое а уж опять же за эти годы я привык этому чувству доверять потому что как только покалывание начинается в подушечке пальца все беги за пластырем и проще самому вскрыться сразу чтобы просто не тратить потом время выключить камеру порезать палец поставить пластырь или бинтик и после этого продолжать как говорится тестировать вот поэтому никакого экспертного мнения по кухонным ножам не у меня не у подавляющего большинства ютюбных youtube ютюберов нажиманов не может быть что это кухонный нож это именно специфический инструмент здесь нужно понимать нужно как-то все-таки в этом шарить хотя бушкрафте я тоже не шарю с бушкрафтом немножко проще парни то есть я никакой там не выживальщик 80 левела не бушкрафтер я не ношу оранжевую куртку и не делаю селфи из сугроба и прочее прочее но вот конкретно поставить полено разбатонить его заточить то заточить это перерезать это перерезать это а просто руки подсказывают рука набилась рука устала натерлась значит минус комфортно удобно приятно значит плюс вот здесь представьте но опять же есть над чем есть что попробовать есть над чем поработать так сколько ножей в коллекции какие преобладают складные или фиксиды и чьего производства бру во первых уточню что у меня все-таки не коллекция потому что в коллекции должны быть коллекционные ножи вот если исходить из коллекционных ножей которые действительно могли бы составить какую-то коллекцию то могу признать да у меня где-то десятка там за десяток есть ножей которые прям реально не стыдно назвать прямо коллекционными потому что они не выпускаются или они сделаны в единичном экземпляре до морковку у нас прямо жесточай а по вот так это значит вот вот о чем я сейчас только что говорил морковку жесточайшим образом он именно даже не коллет видите здесь получается ровно но толсто и вязнет клинок морковочки так бывает сейчас смотрите что мы сделаем на ее начнем нарезать вот поэтому есть у меня ножи которые сделаны в единственном экземпляре и это не только касается never the same аламика есть нож который конкретно делался под меня вместе со мной но именно при моем участии и он не будет повторен и это прям такая для меня в каком-то смысле реликвия потому что вот есть у меня есть видео любимые фолдеры я никогда не составляю топы потому что считаю что топы делают ножевые обзорщики это может быть вот обычный человек нажима не магл нажима он сделает свой топ абсолютно искренне но как только обзорщики становятся обзорщиками у них появляются какие-то интересы именно в ютюбе вне ютюба какие-то там договорники и так далее то топы самые различные там лучшая двадцатка лучшая десятка 2023 года и прочее прочее они делаются в основном в двух случаях в основном не все наверно но основном это или желание просто на вот этой вот возбудить любопытство интерес какой там в каком-то смысле хайпануть и больше набить себе просмотров на ролик потому что обычно как правило людям нравится смотреть топы и это именно вот такие просмотровые вирусные скажем так ролики вот или в чистом виде коммерция договорники с магазинами или с производителями потому что я могу сказать что даже youtube ютюбные блогеры которые вот ютюберы которых мне нравилось когда-то смотреть даже самые самые что ни на есть корифеи когда они делают в какой-то момент свои топы совершенно четко становится понятно в какой момент человек продался я не говорю что это плохо это грубо говоря его подход это действительно монетизация канала превращается в некую монетизацию жизни и почему бы нет блин нет но я такое нарезать точно не буду нафиг это не по красоте это у нас пойдет зайчиком и это как она то есть я это не значит что я мусор выбрасываю в лесу но какие-то вот такие вот вещи у меня есть одно прикормленное место у нас а я думаю чё так ну такая жирная морковка получается вот с той стороны забыл семён семенович за . то спуск с одной стороны вот почему вот так вот заболтался и важный нюанс важный момент упустил так вот о чем я о том что вот эти вот все и действительно было буквально понятно с какого видео началась прям чистая коммерция именно реклама но окей дело не в этом дело в том что есть у меня ножи там любимые и это совсем не означает я когда снимал видео я несколько раз подчеркнул что это вообще не означает что они какие-то лучшие какие-то топовые что они какие-то умные просто они мне нравятся лично мне и в основном это чисто за внешний вид за какие-то вот именно такие вот моменты то есть это не значит что этим ножом лучше работает с чем каким-то другим вот как-то вот люблю и самый дорогой для меня нож самый прямо вот реально дорогой это нож антона борисовича мак у меня есть на канале подробнейший обзор потому что там вся рукоять сделана каждый миллиметр рукояти он со смыслом и есть еще музыкальная музыкальный ролик ножа мак где показывается как антон борисович вот руками делает этот нож кто не видел то что я снимал его очень давно поэтому кто не видел я искренне рекомендую к просмотру потому что это прямо магия это прямо магия я подобрал в определенном смысле магическую такую музыку и вот как это все делается руками не травление не лазер а именно ручная гравировка по стали то есть не по какому-то мягкому металлу если мне не изменяет память я не знаю изменилась ситуация или нет но по-моему борисович был чуть ли не единственным человеком вот именно в ножевом пространстве который делал гравировку по стали ручную потому что это просто титанические работы ну титаническая работа я вообще не представляю как у него хватило вообще сил в руках хватает и умение и всего прочего в общем нож мак для меня самый-самый дорогой потому что по спине там набито мое имя и по под пальцевой набито имя младшего научного сотрудника и есть место куда еще набивает там именно то есть не то чтобы я там прям создал какую-то династийную вещь борисович создал но я там принимал участие самое-самое что ни на есть йор за ним своим вот и давайте сразу передвинем так раз я хочу сделать красивую фоточку что может быть более красиво чем меленькие 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 кубички сделанные на фоне совершенно не кухонного ножа правильно что касаемо всех остальных ножей то это просто некое собрание ножей я их не считаю чисто из суеверных соображений потому что мне кажется что как только я и причем у меня в свое время свое первое вот собрание ножей первую сумку ножей я оставил старшему научному сотруднику опять же не считаю там было просто сумка ножей вот и сейчас на данный момент у меня под ножи отведен шкаф и плюс везде и всюду в машине на каждой полке это очень сильно вызывает раздражение моей самой замечательной половинки потому что я понимаю как это бесит когда вроде бы на семейном совете было принято решение купить этому обалдую целый шкаф под ножи чтобы они не мешались не путались и так далее и потом они просто на каждом шагу продолжают мешаться и путаться плюс приходит посылка из экстремы здоровенный ящик и это все тоже на всех поверхностях здесь располагается в общем есть замечательный мультсериал петя и волк называется просто суперский и там есть серия про котов шрёдингера и это один из любимых моментов моей жены там где петин папа витя он говорит что что-то там в мастерской и вот петина мама она кричит это не мастерская витя это спальне и в этот момент моя юлинца разражается каждый смеха она она именно вот полностью полностью понимают о чем речь вот так продолжаем продолжаем вы знаете несмотря на всю корявость как говорится ситуации но упрекнуть меня не в чем вполне себе нормальные здесь какие-то кубики какие-то именно получаются какая-то какая-никакая нарезка здесь конечно все ограничивается длиной клинка но уже мне нравится не ограничивать свои фантазии свою деятельность длиной клинка это я называю правильно те кто меня смотрит постоянно вы знаете как я это называю это называю эффект элдриса когда совершенно совершенно скромный по размерам нож делает у тебя совершенно взрослую работу до медленнее чем кухонник базара нет но помните мы с вами договорились что у нас ситуация я пошел гулять и захотелось борща а кроме кири больше ничего нет и вот я кирюшкой нарезаю все это дело кстати говоря практически так и произошло почему потому что я летом очень очень редко готовлю борщ но тут что-то младший научный сотрудник причем я переспросил и говорю хочешь я тебе запеку вот это или пожарим вот это или давай вот отварим вот это нет папочка я хочу твоего борща я соскучился ты же знаешь что твой борщ самый лучший в мире говорю но я знаю а про себя подумал вот шельмец причем я понимаю что если бы это еще парень ему худо-бедно иногда и лещ отцовский воспитатель не достается а вот если бы донька была ну или если будет до доченька если бы сказала папочка то вот тут после этого слова можно вообще ведь из меня веревки я все что угодно сделаю не будет вообще никаких запретов это же прям сразу же сразу же вот реакция парни у которых дочки блин я не знаю я как-то так я все время думаю вот я смотрю если я над пацаном трясусь то есть и дочка потом какой-то еще мудак появится в дверях скажет здравствуйте я пришел просить руки и сердца пипец нет лучше такого мудака воспитывать правильно так возвращаясь к ножам так вот я на самом деле не знаю сколько у меня ножей и особо не запариваюсь у меня в этом смысле действительно срабатывает очень сильно такая как сказать суеверие суеверие что если как только я посчитаю все вот тут-то смерть кащеева и нашла его что как только я посчитаю сколько у меня ножей то сразу же музыка перестанет играть и не станет больше у меня на живого канала так посоветуй пожалуйста и десятишник на карман джинс из премиальных материалов флиппер на баттон лог до 200 долларов более ну до 200 долларов на самом деле задолбаешься советовалась потому что на самом деле очень много производить а почему на баттон лог именно но как бы я сразу могу сказать что именно баттон лог наверное вот сейчас самое наверное слово сложное будет испытание испытание картофелем потому что его еще и вымочил он у меня в моче а это значит что отмочен это значит что здесь меньше крахмала но как вы знаете после того как картофель отмочить он становится такой с хрусточком вот и в данном случае конечно это прям чувствуется клинок прям вязнет спуск хочет и себе заявить как-то куда-то уйти влево вниз чтобы все это было кривенько но нам торопиться некуда сейчас поэтому мы все сделаем пряменько договорились договорились вот и еще я опять спрыгнул с тем то что за вопрос был все блять деменция на а баттон лог но на самом деле самые наверно кто на баттон логах съел собаку это вы серии причем получается так как в основном баттон лог это именно серияшная тема а там редко попадаются какие-то именно премиальные материалы правильно то есть себе и баттон лог это очень распространенная такая вот двоечка но именно премиальные материалы я думаю что может быть только вот именно если какой-то дамаскус вот а ох прям раз раскалывает дальше некуда что касаемо блин я вот так вот не знаю это это сложно достаточно потому что сейчас очень многие производители делают именно в премиум материалах именно до двух сотен то есть и вот я сейчас реально у меня вылетает это все из головы потому что вот в основном конечно китайские производители надо признать хотя опять же если посмотреть сейчас итальянцев как раз таки around 200 можно этот самый вайпер как же он так соберись вайпер луна или вайпер барин ну тогда ждите чушь тут он же он же был на именно в премиум материалах и на этом самом на на баттон локи сейчас 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 но при этом я сбросил эти вопросы еще молодец торопиться некуда звонок был ну да ну не луна амун вот много кто на самом деле все очень просто но на самом деле нужно делать самым простым способом нужно заходить на ламнию оттуда брать у них шикарнейшая система поиска то есть просто вы как сказать ставишь себе максимум ну ставь максимум 215 долларов вдруг потому что там вдруг повезет вот кстати говоря скидки про ламни я сейчас быстренько отвлекусь потому что насколько актуальны скидки на ламни потому что по большому счету ребят я сейчас немножко у нас с финнами именно я больше сейчас занимаюсь вот процессом нашего клубного пелта и клубный пелт сейчас немножко затормозился не по их и не помоги по объективным скажем так причинам потому что там пришел пришли два очень очень серьезных заказа и у них просто нет вариантов как бы сделать мне приоритетность здесь не в деньгах дело там совершенно другие как говорится другая мотивация сказал что ничего страшного мы подождем и ждем в общем вот но на фоне этого насколько были бы актуальны сейчас например по промокоду скидосы в ламни это не значит что если один человек напишет все-таки если у вас есть интерес какой-то то тогда дайте знать вот и самый простой именно способ это заходишь на ламни выбираешь ценник даже можешь прикинуть худо-бедно длину клинка и после этого просто берешь и смотришь именно по сталим потому что там поставил в 35-ку 40 пятку сети sxhp 90 20 там все что вот в списке увидел все что тебе интересно поставил и вот тебе пожалуйста и разумеется поставил баттон лог тип замка баттон лог и вот тебе все выстрелила и смотришь уже дальше именно титан не титан там карбон не карбон все это как бы нарисовываться почему бы и нет про папа папа правда когда ты отойдешь в роликах от политики нам интереснее ножи у меня не политический канал я об этом говорил сто раз даже наверное может быть уже и больше вот и не поверишь мне тоже интереснее про ножи блин час я ведь нужно просто взять от откусить одну вот так вот потом поставить по стабильнее и начать собственно говоря начать творчество картошка идет супер мега туго то есть она идиот мы ее худо-бедно нарезаем но вы видите сколько на это уходит времени вы видите сколько на это уходит моей житейской мудрости и причем нарезка вот этих кубиков ее какой-то идеально я точно не назову то есть нож безусловно острый он безусловно нормально заходит в этот картоп хель ну блин вязнет и постоянно норовит скользануть именно что под пальцы влево вниз вот и дело все в чем дело в том что делать и не в политике раньше было жестокое правило на канале архадыр что мы не обсуждаем политику мы не обсуждаем какие-то религиозные моменты мы не затрагиваем какие-то национальные межнациональные срачи и прочее прочее но тут случилась война именно война полномасштабная не военный конфликт а прям настоящие вот с агрессией с оккупацией с разрушением целых городов и прочее прочее и как-то наверное я знаю даже некоторых украинских ютюберов которые при этом засунули голову в жопу и молчат потому что ой бля не дай бог там пара тройка каких-нибудь подписчиков уйдет они же такие ранимые они же все такие знаете с чего кстати говоря у меня на самом деле пошел такой именно конкретный процесс обозначение позиции потому что к своему стыду к моему огромному стыду я не закричал 24 февраля значит и прочее прочее потому что как и многие люди я надеялся что это какая-то вот это вот именно сумасшедшая телега которая как-то разрулится за самое ближайшее время то есть никто но понимание пришло довольно быстро но точно не сразу вот это именно потому что как бы мои нейтральные до этого подписчики начали особенно в группе в к хуярить вот эту всю за символику там типа вот вообще началось глобально все с фразы михаила васюченко типа чё бы там ни произошло я горжусь своей армии и горжусь своим президентом это в чистом виде фашистской идеологии то в чистом виде вот тоже сам то есть ты не задумываешься что творит твоя армия ты не думаешь о том что какие решения принимает и президенты просто след слепо веришь потому что вот этот и это позиция данилы багрова скажем так что нельзя именно такого тип типажа что нельзя критиковать свою армию чтобы она не творила можно можно и американцы правильно делали что очень сильно критиковали свою армию во вьетнаме то есть здесь как бы ну опять же там за это не сажали за критику то можно было собраться на демонстрацию перед белым домом покричать поразмахивать флагами и после этого там да за беспорядки могли там приземлить но тебе за слово мир семь лет никто не давал правильно не то что вы к вели у мировыми в нынешнем вот и вся фишка в том что именно вот казалось бы адекватный человек и несет такую просто ересь то есть не важно что они творят не важно что происходит я типа буду здесь испытывать гордость там и все такое но это пиздец это такая ну просто хочется сказать но михаил ты же не овца ты же но оказалось что овца оказалось что именно вот такой даже не баран овца куда дернули туда и пошел все вот и как-то получилось вот так и замалчивать это но сейчас вот в данный момент дуну представь себе ситуацию например сорок второй год да и вот в том же самом союзе ах ты мой молодец ах ты красавчик да ты ж красавчик какой да вы посмотрите ребята да заход идет под углом потому что здесь по-другому просто никак но нарезается аккуратненько именно нарезается прям кубичек кубичку вот молодцом вот это да вот это по красоте это замечательно вот и давайте себе представим вот что сводки с фронта люди гибнут там кровь похоронки каждый день физически и прочее прочее и какой-нибудь просто вася заявляя сушки да задолбал уже при второй год одно и то же одно и то же до чего здесь меня лечить и давайте лучше поговорим о том как у нас карась в пруду клюет потому что или давайте о ножиках поговорим потому что мне ближе ножки мы так каждый день каждый день выходит на канале архадыр в 4 утра по таллину ролик о ножах может быть какими-то моими комментариями довольно часто появляются отступления о войне и мне украинцы пишут вот у меня есть замечательный товарищ очень-очень умный он говорит слушай да выдохни от тебя ничего не зависит не перегорает так далее так далее здесь я просто делаю то что вот ну я считаю правильным я считаю нужным я повторю если в результате двухлетнего моего вот это вот ковыряния вскрывание попыток достучаться сквозь эту вот вату в мозгах вот эту вот ватную шапку потому что меня оскорбляло откровенно до этого слова ну ватник например да реально оскорбляла потому что я русский я как бы представлял именно тоже вот как-то здесь именно типа человек в тело греки топят нет ни хера подобного ничего подобного потому что когда ты им факты они тебе доводы ты им факты они тебе доводы ты ну ты даешь конкретные факты разрушение смертей нападение и так далее так далее фальсификации а тебе в ответ но вы сами виноваты потому что нато обещала не двигаться так давайте вспомним что вы обещали но какие вы обещания давали конкретно украине и не просто там ельцин какой-то и так далее лично путин какие обещания давал украине какие он слова говорил какие он слова говорил про крым про границу про независимость и тогда так далее все это оказалось пиздежом по итогу не надо сейчас разгонять ребята вот как раз таки но и повторюсь если в результате всех этих моих трепыханий хотя бы один человек задумается и снимет патч с буквой z с рукава уже стоило ради этого уже стоило ради этого вот это все шатание что касаемо если совсем устал и так далее ну во первых я всегда говорю что никто не заставляет пистолет не наставляет как бы это странно когда люди смотрят то что им не нравится смотреть и слушают то что им не нравится слушать то что им не интересно но с другой стороны ведь никто не отменял бегунок на экране смартфона или планшетки или клацнул мышкой если тебе не нравится мои вот какие-то отступления про войну просто промотал дальше смотри про ножи без проблем бывает конечно видео когда меня по два по три раза накрывает но опять же и мои эмоции вполне понятны мои эмоции состоят из двух частей из трех частей и вот это вот три кита на которых меня бомбит постоянно значит первое это мне просто жалко людей и когда говорят про про то что а что ты там в ираке а что-то там в сирии а вот хамас не хамас и так далее так далее отвлеченно мне безусловно жалко с какой-то миротворческой позиции миролюбивой позиции всех людей которые страдают в этом мире но здесь конкретно люди которые разговаривают со мной на одном языке с которыми я общаюсь на своем родном русском языке и они находятся смертельной опасности или они находятся в эмиграции их жизни к херам поломаны я реально чуть с болтов не сорвался когда первые месяцы после вторжения принимал вот этих вот женщин детей беженцев расселял помогал их расселять я видел что это люди которые они даже без украинского акцента со мной разговаривают это именно наши люди и за каким-то хером по какой-то причине ребята которые разговаривают ребята в юниформ которые разговаривают с ними на одном и том же языке они пришли разрушили и же их жизнь растоптали разломали снесли дома в которых они жили и дальше и дальше и дальше все это сопровода сопровождалось там военными преступлениями и прочее 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 то есть первое это потому что это мне не чужое второе это я этого не скрываю абсолютно это если раньше мой самый главный страх был это страх войны и я об этом есть у меня ролик который задолго до этого кипиша случился значит я его снял и я там говорю что страх страх войны действительно самое страшное это услышать как вот у меня тихая спокойная улица пляж в 100 метрах и услышать вот это вот гусеницы танков которые вот идут по своей улице я сейчас говорю у меня прям реально подхватывать слегка меня на эту тему если раньше это был страх то после вторжения в украину это превратилась в кошмар меня кошмарит эта ситуация поэтому у меня такая эмоциональная реакция поэтому блять я наверное не могу замолчать на эту тему вот и третье это чувство несправедливости абсолютной стопроцентной несправедливости преступности происходящего потому что всему виной коррупция всему виной именно то что из-за коррупции нет вот как вот как ни крути у демократии много недостатков но все происходит как приходит харизматичный лидер там но опять же не будем скрывать с откровенно криминальными связями но тут уж кто как говорится смотрел на фоне ельцина там никто и не разбирался вот один второй третий срок он превращается помните почитайте юлиана семенова когда у народа нет лидера когда у народа есть вождь и этот президент превращается в вождя он превращается в фюрера он превращается в наполеона у него реально от того что происходит отрицательный отбор любые люди которые все все больше больше соте 90-е годы вспомните нулевые годы но сколько было демонстрации сколько было протестов сколько было там каких-то альтернативных источников информации и прочее прочее сейчас если смотришь на россию вы можете сказать да нет безусловно у вас процветание у вас клумбы за окном у вас асфальтного положен так и в германии сука 30-х тоже были клумбы и асфальт но там тоже зачистили пространство и чем все закончилось вот ребята но не пойму как как это не понять таблетки как раз таки есть совершенно четкие исторические аналогии потому что клумбы асфальт пенсии зарплаты безусловно все очень очень хорошо но когда человек который говорит хотя бы сейчас в данный момент который заикается хотя бы что-то даже не то чтобы против власти а какое-то несогласие с войной той же самой и вы не будете отрицать отрицать что люди получают реальные сроки больше чем за убийство люди получают за слово за слова нет войне миру мир сроки больше чем за тяжкие преступления но и вот это вот все почему потому что когда именно вот помните маленькая победоносная война всегда решает внутри политические проблемы это что здесь вот потому как происходило вторжение потому каким хером они сунулись на гастомель каким хером они ломанулись на киев и так далее так далее было очевидно понятно что был четкий расчет а расчет на чем строится на докладах таких же на отрицательном отборе выросших генералов которые сказали да владимир владимирович нас там встретят цветами парад там по симонян это самое концерт газманова там типа и так далее так далее и по было видно по первым там двум-трем неделям войны что именно такой план и был когда росгвардию по сути без оружия отправляют в город почему потому что полная уверенность что сейчас мы придем и всех несогласных просто как как мы привыкли у себя от пиздим дубинками и все будет нормально то есть даже вот какого-то соображения не вы помните я не помню под каким городом там целую колонну росгвардии сожгли потому что но это был бред потому что изначально был план какой нас все будут ждать нас нас нами все будут восхищаться и потом когда произошло блять то что оказывается не ждут не восхищаются и не хотят быть освобожденными от вашего вот этого типа нацизма значит что призаж пришло пришло озверение полнейшая буквально в считанные недели разрушим заморозим ах эти падлы не хотят быть освобожденными значит мы просто херак не всю энергетическую это самая систему заморозим будем ржать на тем как украинки сушат волосы на газу на кухне может еще и угорит бедная ха-ха-ха посмеемся об этом в эфирах центральных каналов полнейшее расчеловечивание все что происходило я еще раз я бы я привожу пример всегда руанду и третий рейх почему люди с такой легкостью совершали поступки от которых кровь стынет в жилах потому что и внушили что это и не люди вовсе что можно запросто снять кожу с человека и сделать из него сумочку точно так же как снять кожу и сделать сумочку из коровы именно поэтому и сейчас идет блять никто же не понимает что идет расчеловечивание на всех уровнях что это именно что вот следующий шаг это самые жестокие самые мрачные военные преступления почему потому что звучит это звучит я читаю даже у этого ублюдка мне присылает когда скриншоты я вначале смеялся потом я понимаю что это действительно больной человек на всю голову подлец и больной человек вор у своих воруют но больной человек который да говорит мы же освобождаем братский народный братский народ украинский но мы дойдем до львова и мне плохо и сколько при этом и городов полностью разрушим и сколько при этом погибнет людей это же нацистская идеология тоже ну блин и при этом типа интереснее про ножи и мне интереснее про ножи но то что происходит это преступно это мерзко если бы это было бы или я не знаю там где-нибудь в районе южного полюса на самом краю латинской америки меня бы это возмущало а здесь меня просто но я охеревает то что происходит я реально просто в шоке почему потому что еще раз говорю я это уже затронуло мою жизнь но не дай бог это затронет мою жизнь как жизнь украинцев ну и вот и получается и получаются такие пространные вот эти отступления на тему и прочее прочее еще раз я повторю это не изменится пока война не закончится пока украина не станет свободной пока в европе не наступит мир и стабильность но у меня нет другого выбора я буду поднимать эти вопросы я буду об этом говорить нравится или не нравится каждый раз когда после каждого такого видео находится какой-то человек который пишет типа фу отписка я каждый раз можешь проверить по комментариям я каждый раз пишу всего доброго потому что я искренне считаю я я желаю этим людям добра я желаю разума в голову я желаю превратиться обратно в людей я искренне желаю чтобы все российские солдаты но конечно кому положено идти под суд обязательно пусть идут под суд именно за преступление но чтобы все российские солдаты вернулись домой как можно скорее с руками с ногами с непробитыми головами и начали реабилитироваться после этого кошмара но почему вот об этом вообще я смотрю никто не говорит а что вы будете делать с этими сотнями тысяч этих джонов рэмбо вы действительно считаете что это будет как в кино но пиздец пиздец вам не страшно просто чтобы происходить на улицах ваших городов до туда не упадет ядерная бомба в какой-нибудь магнитогорск наверное нет скорее всего нет но вернуться какие-нибудь дебиля с полностью отшибленными а еще из них эта часть будет освобожденные зэки освобожденные затяжки и кстати говоря помилованы и с полной с полным ощущением того но я ж герой войны хули мне все должны почему мне платили раньше там в 10 раз больше чем обычному работяги а сейчас никто не хочет этого делать но по владимиру путину эта война безусловно будет бесконечной но владимир путин когда-нибудь закончится и эти люди даже те кто там отсидит где-то в тюрьмах за преступление тогда они к вам вернуться они будут ходить по одним с вами или теми же сами улицам я вот только что говорил про то что воспитывать сына и дочь если у вас дочь вам реально не страшно что ваша дочь будет ходить по одной улице с такими отморозками они отморозки даже по сути но туда поехали частично отморозки а вернулись по сути это просто их война такими сделает хуйня мы сейчас выделим пару миллиардов рублей на эту самую социальные программы работы с ветеранами и все наладится серьезно правда что рэмбо первая кровь это очень классно что парень которого безмозглые копы облили водой там из шланга бегает по лесу всех мочат и свои навыки как бы оттачивает на вот этих вот всех людях и они жестоки они его травят собаками а он такой классный благородные прочее прочее вы хотите чтобы ваш город однажды утром пришел вот такой рэмбо но при все при том что ваши копы мудаки и соседи ваши дебилы но чтобы вот такой рэмбо появился на окраине вашего города и украину это ждет так украине всем миром будут помогать потому что украина жертва в этой войне вот такое вот отступление блять они надо было меня провоцировать ночью парни хорошо результат как говорится на лице тяжелее всего было с картофелем это реально это было прямо тяжелее всего но в общем и целом кирик справился просто просто замечательно все опять же я не особо прошу прощения прошу прощения только за маты за свои эмоции за свои какие-то выражения своих мыслей я не прошу прощения украинцы вам терпение ребята которые под бомбежками в харькове вам терпение вам сил на вашей стороне правда храни вас бог мог бы и дальше продолжать я про про этих про то что там посттравматические так далее но уже наверное нет смысла а но я просто два слова все-таки я просто начал фразу и забыл я когда сказал что всем желаю там домой вернуться и прочее мне вот написали в комментариях я уточню да потому что у меня слава богу у меня есть роскошь рассуждать и у меня нет личного счета ну потому что люди которые живут там в том же самом мариуполе в том же самом харькове у них это вопрос их родной крови и когда встает между людьми с одной и с другой стороны со стороны сейчас будем считать там те кто в донецке в луганске и так далее и со стороны тех кто в харькове и в одессе встает вопрос крови эти вопросы самые трудно решаемые потому что очень но здесь уже никакого нахер голоса разума быть не может здесь все очень очень сложно получается эти вопросы практически неразрешимы долгие долгие годы и теперь 8 лет на донбассе давайте вспомним вспомнить вспоминать нечего где не смогли власть взять свои руки их выпиздили из того же самого мариуполя из того же самого харькова люди получили еще восемь лет не совсем безопасной но мирной жизни где не смогли они получили квази государства они получили просто кошмар вот этого вот приднестровья на свою голову просто потому что кто-то пришел сюда делать русский мир и кровь каждого ребенка на аллее ангелов на руках владимира путина и его банды потому что но когда мы говорим о том что сейчас вот мне начинают засирать мозги что вот а вот донецк там и так далее так далее зрите в корень это все сука политические игрища одного отдельно взятого фюрера он в принципе за эти восемь лет мог этот конфликт погасить у него были любые возможности финансовые дипломатические политические но ему нужна была эта язва ему нужно было чтобы это все тлело и кровоточила почему чтобы украину держать на коротком поводке потому что при конфликте на донбассе никто бы не взял украину не в евросоюз не в нато это все то есть вот эти все люди они были заложниками ни хуя не украины ни хуя не киева они были заложниками всю дорогу путина и все это происходило но понимаете да все нормально короче ничего не нормально ну ладно так понравилось это был челлендж это был вызов осилили как говорится фраза была бы курочка а сварит и дурочка вот она пожалуйста в действии надо пойти погулять посчитать шаги спасибо за просмотр всего доброго пока